всем привет это канал any nails в этом видео я покажу вам как я очищаю свой маникюрный пылесос и так вот такой у меня пылесос я месяц его не очищала и он забился то есть он весь в пыли а вот такой результат мы получим после очищения этого пылесоса и так давайте приступим и я покажу вам как я его очищаю вот здесь много пыли и нужно все убрать потому что мне не нравится когда все грязно и так я беру всякие до средства я беру жидкость для снятия лака всякие щеточки апельсиновые палочки и ватные диски также я одеваю на ручки перчатки обязательно и беру отвертку и так я сейчас просто смахиваю лишнюю пыль чтобы она нам не мешала в работе чтоб мы убирали самую такую въевшуюся грязь смахиваем далее берем отверточку я выкручиваю болтик вот здесь вот для того чтобы убрать решеточку но снимаю я только один то есть нижний я не убираю для того чтобы чисто отодвинуть решетку этого мне предостаточно не забывайте все эти штучки сохранять иначе потом будет уже не так как было и так мы это двигаем решетку и вот приоткрылась зона для очистки нашего пылесоса что мы делаем дальше мы тоже убираем здесь лишнюю пыль для того чтобы нам легче было работать я беру свой любимый мультидес и просто сейчас намачиваю салфеточку и прохожусь убираю лишнее то то есть для того чтобы видеть общаясь чем нам стоит работать потому что часто попадает туда гель-лак либо как мы все знаем когда мы допустим дезинфицируем ручки клиента обшипываем десептиком то наша вытяжка то есть пылесосик он становится мокрым и после этого допустим делаем снять и естественно к этой мокроте все прилипает все пыль и как бы остается поэтому она присыхает туда ее нужно часто вытирать и очищать тут тоже сзади я везде прохожусь и убираю со стола лишнюю пыль выкидываете все салфеточки для того чтобы у нас была чистая поверхность и мы могли уже работать дальше далее беру жидкость для снятия лака и беру ваточку хорошенько намачиваю все и протираю то что отходит она отойдет а то что в елась и уже не отходит просто так протиранием то мы воспользуемся уже другими средствами то есть мы возьмем плесеную палочку и будем это все отдирать проходимся по боковым поверхностям также по поверхности самого пылесоса и не жалеем жидкости у меня сама вытяжка сделана из железа поэтому я не боюсь прям использую разные жидкости если у вас какая-то мягкая мягкий пылесос то я даже не знаю чем вам там будет легче его очищать далее я беру апельсиновую палочку и где я вижу присохший гель-лак я стараюсь его отобрать почему я беру деревянную апельсиновую палочку потому что ну она не поцарапает нашу поверхность если я возьму какой-то пушер или что-то железное то естественно будут царапины я этого конечно же не хочу также прохожусь по всем труд и доступным местам тени не смогу я вытереть там не салфеточкой ничем другим и хорошенечко вот так прохожусь все лопасти я очищаю от въевшейся грязи также по боковым поверхностям тоже проходимся еще раз хорошенько все протираем почему и нужно одевать перчатки потому что ну конечно же руки у вас сильно могут повредиться вот таких жидкостей и так тут тоже мы решеточку намачиваемся протираем и уже потом еще раз придемся апельсиновой палочкой чтобы убрать все лишнее присохшие если вы конечно не ленивый как я человечек то просто снимаем тоже болтик снизу и для будет удобнее протирать решеточку далее беру жесткую ненужную щеточку намачиваю ее в жидкости для снятия лака и уже ей прохожусь еще раз везде она очень хорошо очищает и помогает убрать какие-то мелкие недочеты и очистить там где я не увидела и пройтись по всем местам ей очень удобно вы можете купить специальную щетку для таких дел побольше допустим и и тогда вам будет еще более удобно убираем все что еще осталось а после таких манипуляций конечно же мы не можем использовать апельсиновую палочку вообще никуда поэтому конечно же и его выкидываем еще раз проходимся уже антисептиком по всей поверхности очищаем что еще увидели также очень труднодоступные места это в соединении решеточек и переворачиваем далее мы проходимся внутри тоже проходимся апельсиновой палочкой по боковым поверхностям потому что в боковых поверхностях как раз таки присыхает кириллак и частички пыли кстати подписывайтесь на мой инстаграм там очень много чего полезного недавно я выкладывала stories и путь мастера то есть чего я начинала свои старые работы вам будет конечно же интересно почитать и посмотреть с чего я начинала и я сохранила вам вечный stories также там много полезной информации допустим как же убирать трещины у клиентов а также я рассказываю о своих любимых базах которые я использую ну и вообще очень много чего полезного а также идея для дизайна так что подписывайтесь на мой инстаграм я вас всех там жду и всем очень сильно рада кстати напишите чем и как вы очищаете свою вытяжку каким способом и как часто вы ее чистите напишите пожалуйста в комментарии нам будет полезно всем это услышать увидеть и может быть подчеркнуть что-то для себя интересное также не забываем прочистить все лопасти с задней стороны и там где вы даже может быть казалось бы не достанете пробовать достать чтобы все прочистить максимально чисто и вот такая есть резиночка на вытяжке пил она держит наши мешочки для пыли и там скапливается пыль поэтому нам нужно отодвинуть она мне достаточно очень туго это резиночка поэтому стараюсь как-то отодвинуть палочкой апельсиновой и очищать оттуда пыль хоть это и достаточно сложно но потом я взяла намотала на палочку салфетку смочила ее в жидкость или снятие лака засунула ее в эту резиночку и вот так вот прочищаю убираю лишнюю пыль таким же способом я еще прошлась по стенкам боковым убираю лишнюю пыль и далее я переверну вытяжку чтобы мне было удобнее работать с этой резиночкой и увидеть что-то еще что я не убрала переворачиваем и вот здесь вот в резиночке нужно внизу тоже очистить видите сколько там пыли поэтому сначала пыталась щеткой прочистить но поняла что это так все затеи опять завернула апельсиновую палочку в салфетку намочила и прохожусь таким образом она хорошо очищается еще раз прохожу щетку щеткой палочкой там где я увидела лишнюю грязь и даже можно решеточку с этой стороны почистить некоторые используют разные методы для того чтобы у них не так сильно загрязнялась пылесос маникюрный но типа там накладывают сверху салфетку и все такое но я накладывала сверху салфетку то есть прям на вытяжку но тяга естественно хуже и поэтому ты весь в пыли сидишь и поэтому я считаю что это не очень эффективно если уж она и втягивает пыль то пусть втягивает на сто процентов чем сверху салфетку уложить и потом ее убирать в общем как-то это мне показалось несколько раз я так делала достаточно долго может даже полгода я этим пользовалась но поняла что это совершенно не то что мне нужно кстати вот решила очистить болтик и там я думаю что это грязь на самом деле видимо там клей поэтому решила я его не убирать полностью а вот все остальное хорошенько прочистила также пробовали мешок одевать такие шапочки одноразовые мне тоже это не очень понравилось поэтому вот так вот вот почему кстати я не раскручивала 2 потому что очень сложно самом деле все закручивать в неудобных местах то ли все на самом деле находится и сложно до туда дотянуться все плотно накрутили и сейчас я вам покажу меня здесь очень грязный провод и мне бы хотелось его очистить это у меня лаки лаки для стемпинга все тут забрали и поэтому нужно это все сейчас отмыть жидкостью для снятия лака лаки для стемпинга все здесь очень хорошо и 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 поэтому я считаю этого будет вполне достаточно чтобы поддерживать чистоту и так вот такая вытяжка была той пылесос вот такой грязный даже болтики грязные и вот этот дуб после вот такой пылесос чистенький теперь а на этом все если вам понравилось видео обязательно поставьте пальчики вверх также подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео а на этом все всем пока пока